газелист на встречке приговор за 20 камер роме вернули машину и 8 ленивых пешеходов привет друзья эксклюзив и неподдельные эмоции в месте происшествия мы собрали для вас лучшие видео и новости к этому часу ну а кто хочет большего добро пожаловать в соцсети у нас есть группа вконтакте и телеграм-канал на советском тракте 51-летний водитель газели на встречной полосе протаранил кроссовер после удара фургон перевернулся 31-летний водитель иномарки получил травмы неужели газелист уснул за рулем еще одно дтп с пострадавшими произошло на южном обходе кирова 42-летний водитель камаза врезался во встречную ладу веста после сильного удара 37-летний водитель и 40-летняя пассажирка седана травмировались по факту дтп проводится проверка устанавливаются причины условия автомобильной аварии сотрудники госавтоинспекции кировской области обращаются к водителям и напоминают о необходимости быть более внимательными при движении по загородным трассам гибдд рекомендует автолюбителям в жару брать с собой в поездку прохладительные напитки конечно же безалкогольные но теперь курьезное дтп на октябрьском проспекте в кирове напротив 120 дома девушка-водитель шкоды припарковалась на разделительной полосе и ушла вскоре ее машина сама поехала назад и ударила ВАЗ-2115 в ладе тоже никого не было кстати хозяин отечественного седана выставил авто на продажу и планировал продать его перекупу однако после дтп и быстрого осмотра лады потенциальный покупатель отказался от сделки сегодня в ленинском районном суде ответили за некачественные дорожные камеры Илья Шульгин и Алексей Ишутина в бывшего главу администрации и его подчиненного обвинили в закупке 20 комплексов Коперник для фиксации нарушений ПДД ущерб городу составил более 21 миллиона рублей какое решение вынес суд узнавал Михаил Вагин приговоры оглашали три часа суд переквалифицировал действия Шульгина и Шутинова с превышения на злоупотребление должностными полномочиями наказание по этим статьям одинаковое до 10 лет лишения свободы но 6 июля экс-чиновники не отправились в тюрьму им дали условные сроки Шульгина Илью Вячеславовича признать виновным в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 33 частью 3 статьи 285 УК РФ и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы назначенное как Ишутинова так и Шульгину наказание в виде лишения свободы считать условно Ишутинова приговорили к двум годам условно обоих экс-чиновников лишили права занимать должности на госслужбе сроком на два года свое вино Шульгин не признал и Ишутинов согласился с гособвинением частично 20 комплексов Коперник планировали установить по нацпроекту безопасные качественные автомобильные дороги но по данным следствия эти дорожные камеры не соответствовали техническому заданию тем самым причинив материальный ущерб муниципального образования в размере превышающем 20 миллионов рублей Сейчас Шульгин и его адвокаты планируют обжаловать приговор они считают, что камеры можно было использовать для видеофиксации нарушений Также экс-чиновники должны выплатить 21 миллион рублей потраченные на закупку камер но в суде пояснили, что администрация Кирова уже обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с поставщика камеры этой суммы поэтому Шульгину и Ишутинову возможно не придется платить из своего кармана обоим избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде также отменили арест на имущество приговор не вступил в законную силу Михаил Вагин, место происшествия гособвинители просили для бывшего главы администрации колонию общего режима возможно обжалуют приговор и прокуратура ни на море, ни к родным, а просто в Лузу решил поехать на угнанной семерке 22-летний житель Кирова Олег это была, что называется, забава по пьяной лавочке молодой человек угнал чужое авто, но зашел, а точнее заехал слишком далеко в Лузский район наверняка катался бы он и дальше, если бы его не задержали сотрудники ДПС интервью с угонщиком смотрите на видео за что вас задержали? угнал автомобиль 2-2-1-0-7, с улицы Хановской каким образом? разбил стекло, сел в машину и уехал у Олега все просто, выпил, увидел машину и угнал ее а вот владелец шестерки Роман ломал голову потом, как найти авто для этого в конце июня он обратился в нашу редакцию ориентировочно в 2 часа ночи с улицы Хановской, дом 5 у меня угнали мой автомобиль темно-зеленого цвета ВАЗ-2907 у автомобиля была бита задняя левая дверь и значок чайника на заднем стекле ориентировочно автомобиль в 9 утра был в поселке Даниловка около Мурашей и двигался в сторону Сыктывкара если кто-то что-то знает, обратитесь в полицию на эту семерку полиция раздала всем постам ориентировки рядом с Лузой полицейские остановили угонщика тот вину сразу признал и рассказал, как все было Угон и пьяная езда ради забавы могут обойтись для ранее судимого Олега реальным сроком лишения свободы максимальное наказание по 166 статье до 5 лет тюрьмы Сергей Пичугин, место происшествия Ну а за клумбовую кражу, конечно, 5 лет не дадут но бесплатную славу, пожалуйста очередное видео прислали нам очевидцы это улица Заводская, 6, корпус 2 пешеход попросил своего приятеля подержать пиво и полез за цветами на клумбу кстати, в этот момент любитель эстетики споткнулся и чуть не упал для кого он сорвал растения по видео, непонятно но заметно, что после кражи приятели пошли в обнимку а теперь топ народных видео на дороге Котельнич-Советск водитель универсала будто нарочно решил развернуться от обочины прямо перед попутной машиной в случае ДТП, как минимум, виновник наверняка получил бы серьезные травмы Водитель, не забывай про зеркала и не забывай классику что такое хорошо и что такое плохо слова великого поэта Владимира Маяковского можно вспомнить при просмотре ролика про пешеходов О да, вот, с коляски Эй, вы че? Ну че? Давайте как в стихотворении И решила Кроха Буду делать хорошо и не буду плохо В кои-то веки поступили хорошо лоси на трассе Вятка Животные, как и во вчерашнем ролике из Победиловского тракта бегали рядом с дорогой, но не решались ее перейти Есть версия, что они не хотели получить штраф от сотрудника ДПС Но если серьезно, то в этом месте лоси часто перебегают трассу из-за сахатых За последние пару лет там произошли несколько серьезных ДТП И на этом у нас все С вас подписка и лайк С нас еще больше интересных видеороликов и новостей А сразу после нашего проекта смотрите программу без происшествий И не забывайте, что по этому номеру и почте вы можете отправить нам свои видео Будьте осторожны и пока!